Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. В Брестском облсполкоме прошла встреча с представителями делегаций из Брянской области. Основая венец нашей веры – воскресение Христова, православные христиане готовятся к празднованию Пасхи. Главное в ожидании праздника подготовить душу, дать мыслям особый настрой, чтобы соборно всем миром встретить светлое воскресенье добрыми делами. Сегодня Беларусь отмечает День весны и труда. Первомайские торжества всегда вызывают в памяти самые положительные эмоции. Особенно у тех, кто застал времена Советского Союза. Парады, шары, плакаты, флаги – традиции, которые ушли. Но 1 мая есть множество и других поводов для отличного настроения. В Бресте мероприятий было не так много, как раньше, но награды, поздравления и хорошее настроение присутствовали. В День труда городские мероприятия начались с важного события – увековечивания памяти талантливого брещанина Валерия Кискевича. Возле Брестского театра кукол, его последнего творения, над которым он трудился более 15 лет, собралось немало людей – представители вертикали власти, его родные и близкие, поклонники. Открытие памятной доски имени Валерия Кискевича – дань памяти человеку, который немало сделал для города и его узнаваемости. Я рад, что память об этом рано ушедшем от нас талантлившем человеке живет сейчас. Я рад, что сейчас мы предполагаем дальнейшие меры, шаги по увековечению памяти вашего замечательного мужа и отца. Я рад, что ни одна книга о нашем городе не издается без творений Валерия Георгиевича. Жизнь продолжается. Продолжается жизнь в его учениках, в детях, во всех нас, потому что мы формируем эстетику, вкус, восприятие города благодаря вот этим замечательным творениям Валерия Георгиевича. Валерий Кискевич – автор многих знаковых объектов Бреста. Именно он проектировал спорткомплекс «Виктория», центры грибных видов спорта, театр кукол, ставших сегодня точками притяжения на карте города. В объектах, возведенных по его макетам, чувствуется свобода и размах творческой мысли. Был такой, как бы, волевой товарищ. У него были все, в принципе, моменты, которые связаны с тем, что он в себе носил, в общем-то, такую творческую стезю. Его было такое некое формирование себя, как личности, и формирование нашей семьи, как у меня, сестры. Это, в общем-то, воспитывало тоже в нас архитектурный дух такой творческий, в общем-то. Поэтому мы пошли по его стопам и сейчас тоже занимаемся проектированием. Сейчас уехали, сестра уехала в Даню. Я сейчас в Москве тоже со своей компанией проектирую там большие комплексы, продолжу, так сказать, его путь и созидаю будущее. Бресту есть кем гордиться. Люди самых разных профессий демонстрируют высокие показатели в своем деле. Живет в областном центре человек, которого по праву называют и считают легендой. Евгений Иванович Кудинов – единственный проживающий в городе герой социалистического труда. Человек, который 36 лет своей жизни занимал должность председателя колхоза «Рассвет» Пружанского района, и благодаря которому это хозяйство стало одним из лучших в стране. Ну, это благодаря… Это не моя заслуга. Это заслуга людей. Люди хорошо работали. Моя заслуга в том, чтобы правильно планировать, правильно относиться к людям и правильно по возможности платить. И вот это все создало того, что мы на фоне больше, в районе было 40 хозяйств, на фоне этих 40 хозяйств мы поднялись вверх. И так пошло. Мы поддерживали это хозяйство. Поддерживать высокие показатели Евгению Кудинову помогали не только люди, работающие в колхозе, но и его верная супруга Елена Антоновна, человек, с которым он начинал строить одну из лучших хозяйств в стране. Правда, как делится с нами женщина, сохранять такой статус колхоза было непросто. Нелегко. Как и когда работал было, и сейчас, как тот солдат на посту, надо быть, все на готове, слушайте. Ну, и тяжело, и тяжело, и интересно, потому что, знаете, за так ничего героя не дадут. А если показатели, вот, когда работал хорошие, и как-то, знаете, и бодрость, и настроение, и гордиться им. Гордятся ими горожаней. Самые теплые и искренние поздравления не по годам бодрый, энергичный мужчина принимал от главы Московской администрации Бреста. Вручить, скажем, небольшой сувенир от Московской администрации. Пожелать вам долгих лет жизни. Хотелось бы, да, у нас сейчас на территории района проживает семь лиц, которые достигли строительного возраста. Поэтому нам бы хотелось бы тоже, скажем, через восемь лет приехать и вручить вам паспорт гражданина Республики Барусь, достигшему столетнего юбилея. Представители администрации не упустили возможности пообщаться с таким интересным человеком. Листая домашние фотоальбомы, Евгений Иванович не скупился на захватывающие истории жизни, по-хорошему сдабривая их различными шутками. На территории Московского района проживает один такой человек, да, который имеет звание Герой социалистического труда. Поэтому очень хотелось приехать, да, поздравить его с наступающим праздником труда и лично познакомиться. Потому что очень много увидел сегодня энергии, позитива этого человека. Поэтому очень хотелось Евгения Ивановича поздравить. Очень интересно пообщаться, посмотреть семейные фотографии, да, и увидеть очень, наверное, позитива, да, и такой энергии у обоих, у этих супругов. 1 мая на главной сцене городского парка культуры и отдыха чествовали тех, кто каждый день заботится о качестве продукции на родном предприятии, кто держит руку на пульсе и подставляет плечо в трудной ситуации активных представителей профсоюзного объединения области. В Бресте живут и работают талантливые, трудолюбивые, ответственные люди, которые прославляют трудом свой город Брест, добиваются высоких результатов в труде, в социально-экономическом развитии. Огромное вам за это спасибо. Город Брест красивее, растет, в нем комфортно, уютно жить и работать. На сцену под аплодисменты публики выходили лучшие представители крупнейшего объединения страны. Всего более 20 человек были удостоены грамот, благодарности и теплых поздравительных слов. Мы стоим на страже труда. Мы стараемся помочь людям и представлять их интересы на всех уровнях. Очень много у людей различных проблем. Все, что можем, мы стараемся сделать и помочь. Иногда людям нужно просто их выслушать, поддержать материально, возможно, представить их интересы на разных уровнях. На уровнях управления образованием, на уровнях администрации учреждений образования, а просто решить их житейские вопросы. И мы стараемся это делать. Праздник труда и весны – хороший повод, чтобы подвести итоги плодотворной работы и немного расслабиться. Ведь только сохраняя баланс между трудом и отдыхом, можно достичь высоких результатов. Вопросы, касающиеся экологии и качества жизни, как для граждан Российской Федерации, так и для граждан Республики Беларусь, являются одними из самых важных. Именно об этом говорили на этой неделе на встрече представители делегации Брянской области с руководством Брестского облсполкома. В ходе рабочей поездки обсуждались также и аспекты расширения экономического сотрудничества двух областей. Подробнее о дружественном визите и об итогах встречи в следующем материале выпуска. Брянская и Брестская область – давние партнеры. Еще в конце 2006 года между Брестским облсполкомом и администрацией Брянской области было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. И работа в этом направлении ведется постоянно. Об этом красноречиво говорят цифры. По итогам 2020 года внешний торговый оборот между двумя областями составил более 70 миллионов долларов США, а темп роста по сравнению с 2019 годом превысил 98%. Такая динамика сохраняется и в этом году. Наравне с экономикой гостей из Брянска интересовала тема развития отрасли ЖКХ и опыт брещан в сфере экологии и обращения с вторичными отходами. Это очень важная задача. Она определена на сегодняшний момент в Российской Федерации как национальная цель до 2030 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В обращении к Федеральному собранию Владимир Владимирович обратился и обратил особое внимание на необходимость улучшения экологической ситуации в стране и улучшения качества жизни граждан. И вот сегодня есть большая возможность при содействии Брест-облсполкома посетить объекты на территории Бреста и, соответственно, ознакомиться с лучшими практиками. Мы готовы к сотрудничеству в этой области, развивая и расширяя наше экономическое сотрудничество между Брянской областью и Брестской областью. Брянские коллеги на встречу подчеркивали, что готовы принять опыт работы в брестских коммунальных службах. Лучше один раз увидеть, чем сто услышать. А потому от разговоров перешли к практической составляющей. Делегация посетила Брестский мусороперерабатывающий завод. Мы показываем наш мусороперерабатывающий завод. Завод действительно современен. Он построен в 2010 году, сдан в эксплуатацию немецкой фирмой «Штрабок». Строился, возводился завод по инвест-программе Республики Беларусь. Это действительно передовое предприятие, которое способно перерабатывать до 100 тысяч тонн мусора в год. Определены современнейшие подходы по мусоропереработке. Но завод продолжает развиваться. Сегодня намечены мероприятия по возведению цеха, по переработке и изготовлению полимерной плитки из отходов. Мы идем дальше и будем развиваться. Да, изучение такого опыта станет хорошим подспорьем для специалистов из соседней страны для совершенствования в вопросах экологии. На территории Брянской области существует 13 крупных полигонов и планируется, что до 2024 года все они будут оборудованы мусосортирующими станциями. А потому взять лучшие практики и понять, по какому пути необходимо двигаться, цель, которую поставили перед собой члены делегации. Мы считаем, что самое ценное – это чужой опыт. Здесь очень интересно реализованы ряд моментов, которые мы обязательно будем использовать. Нам очень понравилась автоматическая сортировка, замечательно реализован проект по переработке илово-осадка. Вот здесь нам есть, почему учиться и что перенять. Потому что мы сейчас как раз рассматриваем, потому что переработка илово-осадка и в Брянской области, и вообще в любом случае это очень важно. Мы все производим, к сожалению, отходы, которые надо перерабатывать. Принимая опыт переработки твердых бытовых отходов и делая шаги в сторону экологии, разговор о сохранении природы для следующих поколений возможен. 28 апреля – Всемирный день охраны труда. Сразу два события объединила на своей базе в этот день Центральная городская детская библиотека. Помимо торжественной церемонии гостей ждал праздничный концерт, организованный учащимися школ города. Побывала на мероприятии наша съемочная группа. Прошлый год особенно сложным выдался для медиков. Это в полной мере ощутил на себе персонал Брянской городской поликлиники номер два. Работая в режиме многозадачности, руководство и сотрудники сумели, тем не менее, не только успешно справиться со своими основными обязанностями, но и смогли соответствовать самым высоким стандартам в области охраны труда. Как результат – победа в городском смотре конкурсе в непроизводственной сфере коллективом до 500 человек. Это сегодняшняя награда, это успех всего коллектива, который в течение, ну и учитывая, что праздник ежегодный, вернее, отмечается и конкурс проводится ежегодно, то это труд, большой труд нашего коллектива в течение всего года. Этот год был очень сложный для всей республики, для здравоохранения, тем более, все мы столкнулись с коронавирусной инфекцией. И, невзирая на это, каждый работник на каждом рабочем месте делал максимально все для того, чтобы стать лучшим, не допустить никаких травматических повреждений и, естественно, закончить год успешно. Коллектив совместного предприятия Открытого акционерного общества «Брестгазоаппарат» в этом году празднует 70-летний юбилей. И к этой дате подошел не только с высокими производственными показателями в области качества, многолетними традициями и сплоченным коллективом. Культура охраны труда буквально взращивалась здесь годами, а итогом стала заслуженная награда в номинации «Производственная сфера» свыше 500 человек. В этом году наше совместное предприятие Открытое акционерное общество отмечает юбилей, 70 лет. Поэтому нам вдвойне приятно получить эту награду и оценить труд всего трудового коллектива предприятия, администрации предприятия. Эта награда цена тем, что мы на протяжении пяти лет не имеем ни производственных травм, ни профессиональных заболеваний. Это, несомненно, дорого стоит, потому что приоритет обеспечения здоровья и безопасных условий труда, это самая основная стратегия и миссия нашего предприятия, потому что нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь. Почетных дипломов за сохранение жизни и здоровья своих сотрудников удостоились в этот день также Брестское котельное хозяйство, средняя школа номер 13 имени Хована, первая шоколадная компания, Брестская городская больница номер 1. Все победители по результатам смотра конкурса были поощрены также денежными премиями от Брестского горисполкома. В рамках мероприятия учащиеся школ города подготовили концертную программу. Не остались без подарков и участники конкурса рисунков. Приняло участие более 130 участников. Это учащиеся средних школ города Бреста в возрасте от 8 до 17 лет. Значит, у нас пять номинаций. Это рисунок, плакат, фотография, живопись. Всего призеров 45. Этот конкурс ежегодный. На протяжении последних 10 лет мы его проводим. Это профилактика. Это чтобы дети видели с малых лет, что это такое, чтобы их приучать к порядку. Мы достаточно много внимания уделяем и акцентируем внимание на безопасности и охране труда на производственных участках, на своих рабочих местах, независимо от формы собственности, независимо от производственной либо непроизводственной сферы. Мы проводим множество семинаров. Вы, я думаю, многие заметили уже об этом. Комиссии проводим, встречи проводим в коллективах, акцентируя внимание на безопасности и охране труда, на трудовой дисциплине. Также проводим семинары, встречи с профсоюзными организациями об изменениях в трудовом законодательстве. Достаточно неплохо. Мы уже в этом году сработали именно по смертельным несчастным случаям. У нас уже нулевой уровень. Также не допустили травматизма в состоянии алкогольного пьянения. Также у нас нулевой уровень. Да, конечно, к сожалению, мы допустили 8 несчастных случаев, но из 8 несчастных случаев на производстве 70% у нас уже. Это личная неосторожность. Это элементарные меры, там где оступились, неправильно спустились лестницы, падение с высоты собственного роста и так далее. Поэтому основная наша задача – свести к минимуму, также к нулевому уровню и производстве травматизма, и несчастных случаев на наших рабочих местах, на наших предприятиях города Бреста. Смотры в области охраны труда для предприятий и конкурсы детских рисунков, плакатов и фотографий продолжат свою традицию и в текущем, и в последующих годах. Ведь вклад в культуру безопасности сегодня, несомненно, даст свои результаты в будущем. Совсем скоро одному из лидеров производства овощей в защищенном грунте, тепличному комбинату «Берестия» исполнится 34 года. За это время предприятие стабильно показывает высокие результаты в выращивании различных видов овощей и зелени. А главная составляющая успеха – лучшее оборудование для обработки в Брестской области, а также слаженная работа коллектива настоящих профессионалов. Чем живет предприятие сегодня и почему за право работать здесь будущие сотрудники готовы выстраиваться в очередь – в сюжете Людмила Логодич. Тепличный комбинат «Берестия» выращивает овощи и зелень на 21 гектаре защищенного и 24 гектарах открытого грунта. Общий объем производства близок к 10 тысячам тонн. При выращивании продукции используются биологические средства защиты от вредителей и болезней, что обходится совсем недешево, однако помогает не обрабатывать растения пестицидами. Поэтому конечный продукт экологически безопасный и соответствует стандартам высокого качества. Это подтверждает высокий спрос и заслуженная награда «Лидер» 2020 года. Тепличный комбинат «Берестия» специализируется, как многие знают и понимают, на выращивании овощей в защищенном грунте. По объему производства томата мы производим около 7 тысяч тонн, огурца около 2-800 тонн. И общий объем производства 10 тысяч тонн. Также производим перец, перец красный, перец желтый, перец оранжевый, баклажан. Кроме этого занимаемся открытым грунтом, где выращиваем овощи в открытом грунте, такие как ранняя капуста, капуста средняя, кабачок, тыква, морковка, свекла. А это салатная линия. Здесь в течение года производится около 600 тысяч единиц упакованной продукции. Непосредственно салат, кроме того, петрушка, укроп, шпинат, зеленый и красный базилик, а также рукола. За каждым участком закреплен сотрудник. Овощевод Наталья Мащенко работает здесь уже 20-й год. Она в ответе за весь процесс – от посадки до упаковки. Приходим на работу с настроением, это в первую очередь. Работа наша очень нравится. В наши обязанности входит посев. У нас есть специальная специализированная машина для посева салата с набиванием стаканчиков торфом, с последующим посевом семян. Когда семена отсеются, прольются, мы их ставим в такие контейнера и отвозим в посевочную камеру для проращивания. Там проращиваются на следующие сутки, двое, смотря как они там проросли. Выносим их в рассадное отделение. Когда наступают сроки уже для продаж, мы уже собираем в отдельные пакеты, петрушку в петрушечку, базилик в базилик. И прям так вот со стаканчиком вкладываем и отправляем в реализацию. У нас в хозяйстве используется запатентованная с 2005 года технология. Мы выращиваем овощи в гидропонике, но не используем минеральную вату, а используем технологический рукав. Значит, он произведен и материалы его отечественного производства. Это нам помогает поддерживать себестоимость продукции на практически самом низком уровне в республике. Чтобы достичь необходимых результатов, приходится хорошо потрудиться. В теплицах выдерживаются необходимые параметры влажности, температуры. Используется гидропоника – система капельного полива, с помощью которой к растениям подаются растворы с макро- и микроэлементами. Вносится удобрение органической формы и создаются условия, близкие к природным. Но главная ценность тепличного комбината «Бересте» – это его сотрудники. Те люди, которые здесь работают, я хочу сказать, что довольны, потому что они понимают, что от них зависит их зарплата и стремятся зарабатывать. Вот у нас есть разделение по площадям. То есть человек, который хочет заработать больше, он может взять себе повышенную нагрузку, справляться с ней и, соответственно, зарабатывать больше. Кроме этого, мы здесь выдаем и талоны на питание, у нас есть компенсация за проезд, выплачиваем тариф по контракту, средняя заработная плата у нас в районе 1300. Однако стоит понимать, что работа не из легких. И в сезон каждому овощеводу со своей площади нужно собрать не менее 55 тонн продукции. На гектаре у нас работает 9 человек овощеводов, собирают продукцию, в их работу входит технология, посадка само собой, подкручивание, сбор огурец, огурца, сдаем на склад. Рассаду мы выращиваем сами. С гектара собираем где-то на 550 тонн с гектара продукции. Работа хорошая, зарплата у овощеводов, я считаю, достойная. Все у нас девчата хорошие, свою работу любят. Я свою работу тоже очень люблю. А это и есть главный секрет высокой производительности и хорошего качества продукции тепличного комбината «Берести». В современном мире дети с легкостью справляются с гаджетами и компьютерными программами, но при этом посчитать без калькулятора могут не все. Как ни удивительно, но во многом может помочь ментальная арифметика. Она развивает умственные и творческие способности ребенка, помогает учиться, запоминать и быстро считать в уме. Что же это за чудо-методика и как с ней справляются малыши, расскажет подробнее в своем сюжете Алена Меневич. В городе Бресте познакомиться с ментальной арифметикой можно в Центре интеллектуального развития «Проумклаб». Ментальная арифметика – это методика развития интеллекта, которая позволяет детям научиться считать. И главное – без калькулятора. В процессе обучения у ребят развиваются навыки обработки информации, мышления, логических способностей и творческих задатков. Для этого используются древнеазиатские счеты «Абакус». Умея оперировать косточками, зная правила передвижения косточек, ребята учатся считать, учатся основам арифметики. И вообще обучение поделено на два этапа. Это умение работать с физическими счетами, первый этап, а второй этап – умение эти счеты представлять в воображении своем и уже производить ментальный счет. Основой ментального счета считается визуализация ментальной карты в уме и операцией бусинами без представления цифр. Как результат – счет в уме и очень быстрый. Регулярно занимаясь, у малыша активно формируются новые нейронные связи, которые остаются с ним на всю жизнь. Работают аналитические способности левого и визуально-пространственные способности правого полушария мозга, что способствует более быстрому развитию интеллекта. Многие родители, в принципе и я купилась на ментальную арифметику тем, что увидела, как быстро дети умеют считать. Но на самом деле ментальная арифметика решает не только эту задачу – научиться быстрому счету. Это то, что человек видит воочию и это видно быстро. Ментальная арифметика решает намного больше задач и развиваются у ребенка все психические процессы. Она развивает у них концентрацию, усидчивость, творческие способности, воображение. Детки с большим интересом идут на каждое занятие. Они и их родители видят, какой результат дает ментальная арифметика. Ему нравится посещать занятия и он является лидером в классе среди других деток по учебе, успеваемости. Мы довольны. Входим год и он весьма с интересом посещает, дома с удовольствием занимается. После каждого занятия ментальной арифметики мы видим результат, что весьма радует, как нас, родители и его самого. Мы занимаемся около года и я смотрю, дети делают успехи. И с Юлией Викторовной у них хорошо так проходит душевное занятие, теплая обстановка. И я заметила, что ребенок начал бегло-быстро считать. У них появилось другое какое-то воображение, мышление. Цифры руками не потрогаешь. А на счетах у них косточки, одна косточка, одна цифра. Они это трогают, считают. Потом эти счеты они запоминают в уме. И уже считают без счетов, без абакусов. У них это все получается очень быстро и интересно. Ребенок мне приходит домой, рассказывает. И меня этому учит. И быстрее понимает, чем понимает мама. Поэтому мы очень довольны. Это действительно так. Малыши зачастую считают в уме даже быстрее взрослых. Иногда на занятиях проходят соревнования. Калькулятор против счета в уме. Которые из раза в раз доказывают, что методика работает. Работает, мы в этом убедились лично. Плюс 163, минус 141, плюс 542, минус 513, плюс 913. Молодцы. Я на калькуляторе. Я бы у меня не посчитала. Честно признаюсь. Маленькие ученики Промклаб подтверждают высокий уровень своих знаний во время участия в международных олимпиадах и чемпионатах. Большим достижением является возможность пройти международную сертификацию по стандартам Самоглобал. Одну из самых крупных организаций в мире в сфере обучения ментальной арифметики. И самое главное, дети не просто становятся увереннее в своих знаниях. Они всесторонне развиваются, приобретают уверенность и привычку быть успешными. Что позволит им в будущем добиться невероятных результатов. Учителя в школе удивляются? Да, удивляются. Мне нравится, когда они удивляются. Я себя, ну, прям, гружусь собой. Ну, в честь этого, ну, меня хвалят потом родители после этого, когда я рассказываю об этом. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Среди многочисленных церковных праздников года Пасха – самый главный, долгожданный и радостный. Дата Светлого Христового Воскресения исчисляется по юлианскому календарю. И в этом году выпала на 2 мая. Празднику неизменно предшествует строгий пост, который длится 40 дней. А завершается после торжественного всеношного богослужения. На Пасху вся семья собирается за праздничным столом, на котором непременно есть освященные яйца и куличи. Откуда пошла эта традиция и как брещане встречают светлое Христово Воскресенье – в сюжете Людмила Логодич. Воскресение Христово или Пасха – это самый главный и важный христианский праздник в году. Установлены воспоминания воскресения Иисуса Христа из мертвых на третий день после его страданий и смерти. Накануне, в Великую Субботу, проводится Божественная Литургия. Пасхальное торжество предваряет строгий 40-дневный пост. И даже те, кто не посещает церковь регулярно, считают своим долгом в эти дни не только привести в порядок свой дом, но по возможности очистить душу на исповеди и причастии. Неизменная давняя традиция – освящение яиц и куличей. Предание гласит, что после того, как Иисус Христос воскрес, Он являлся апостолом во время их трапез. Они специально оставляли свободным для Христа центральное место за столом, середину которого ставили хлеб – по-гречески «Артас». Так появилась традиция оставлять для Христа Артас в день воскресения Господня в храме. Со временем такой хлеб стали выпекать в каждой семье. Считается, что в доме, где на пасхальном столе есть кулич, незримо присутствует воскресший Иисус. В пасхальной традиции одним из главных символов светлого Христова воскресения является красное яйцо. Согласно преданию, святая равнопостальная Мария Магдалина во время своей проповеди в Риме подарила императору Тиберию куриное яйцо со словами «Христос воскрес». В ответ на это император сказал, что скорее это яйцо покраснеет, нежели он поверит в то, что кому-то из живущих удалось воскреснуть. И тут же яйцо на глазах у всех стало красным. Пасха для меня – великий праздник, светлый праздник. Праздник очень святой и такой чистый. И кажется, всегда здесь какая-то аура очищения души своей. И хочется радости, и всем-всем здоровья и добра. Для нас праздник Пасха – это праздник праздников, это смысл нашей жизни, смысл в том, что мы будем жить всегда. Это очень светлый праздник, светлый праздник души, очищения. Празднование Пасхи самое продолжительное, так же, как и предшествующий пост, оно длится 40 дней, в который полагается собираться с семьями, навещать родных и близких, творить добрые дела и раздавать милостыню. И даже каждое воскресенье на протяжении всего года в честь самого главного праздника называют Малой Пасхой. Христос Воскресе, дорогие отцы, братья и сестры! Радостный праздник пришел к нам. Прошло время поста, время, когда мы учились быть людьми, время, когда мы учились добродетелям, когда мы учили всему доброму для того, чтобы очистить сердце и почувствовать, что действительно наступила для каждого из нас Пасха, Христос Воскрес в нашем сердце. Ведь мы празднуем Пасху не только вспоминая это великое событие, которое произошло более двух тысяч лет тому назад, но каждая Пасха — это воскресенье Христа в нашем сердце. Поэтому я желаю, чтобы Христос воскресал как можно чаще, конечно, в этот великий день, но и как можно чаще, чтобы в нашем сердце был мир, добро, терпение, мудрость, любовь к ближним, любовь к нашей Родине, чтобы мы были действительно чадами Матери нашей Церкви и нашего возлюбленного Отечества. С праздником Пасхи! Мир, радость, здоровье, терпение да сопровождают всех вас. Милость Божия да будет со всеми вами. С чувством глубокой радости коллектив информационных программ телекомпании Бук ТВ поздравляет всех брещан со светлым Христовым Воскресением, Пасхой Господней. Пусть каждое мгновение этого божественного дня наполняет сердце благодатью, лаской и упоением, а радость Христового Воскресения побуждает к чистым помыслам и добрым делам. Счастье для души, здоровье для тела, безмятежности для разума. Радуйтесь жизни и ищите в ней только прекрасное, возвышенное и божественное. С праздником! Спасибо, что были с нами. Мы встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы! Ирина Левчук, прощаюсь с вами.